Тверская область находится в состоянии эпидемии ВИЧ-инфекции, заявляют специалисты. С начала года в регионе зарегистрировано 47 смертей среди зараженных вирусом иммунодефицита человека. Всего же в 2015 году было выявлено на 9,5% больше случаев заражения ВИЧ, чем в 2014. Эпидемиологи бьют тревогу. Число людей, живущих с ВИЧ, начинает приобретать пугающие масштабы. Надо сказать, что эпидемия концентрированного типа. Это значит, что эпидемия концентрируется в определенной узкой среде людей. Это инъекционные потребители наркотиков. В данной когорте людей более 5% инфицированы ВИЧ-инфекцией. Но если мы посмотрим беременных женщин, это следующий критерий, то количество инфицированных меньше 1%. Поэтому мы говорим, что эпидемия концентрируется в уязвимой группе населения. Ухудшение статистики по ВИЧ-инфицированным специалисты связывают в первую очередь с увеличением количества обследований. За прошлый год было проверено почти 15% населения области. Эпидемиологи отмечают, что с каждым годом растет число зараженных вирусом иммунодефицита среди женщин. Человек мужского пола начал употреблять наркотики, заразился. Потом вступает в половой контакт с здоровой женщиной, заражает ее. А с этим связано увеличение количества женщин детородного периода ВИЧ-инфицированных. С этим связано увеличение количества беременности у ВИЧ-инфицированных. С этим связано увеличение количества детей, которые рождаются от ВИЧ-инфицированных. Благодаря современному лабораторному оборудованию обнаружение ВИЧ-инфекции возможно в кратчайшие сроки. Это позволяет вовремя начать адекватное и эффективное лечение. Это автоматический иммуноферментный анализатор для определения антигена КВИЧ. На этом автоматическом анализаторе можно получить результат, непосредственно поставить пробирку в аппарат и уже в конечном результате получить результат исследования, то есть положительный результат, либо отрицательный. Если результат теста на ВИЧ оказался положительным, в областном министерстве здравоохранения рекомендуют не поддаваться панике. На сегодняшний день вирус иммунодефицита человека не приговор. Современные лекарственные препараты позволяют ВИЧ-инфицированному прожить так долго, как если бы заражения не было вовсе, сохраняя прежнюю работоспособность. Все лечение для граждан Российской Федерации полностью бесплатно.